Друзья, всем привет! Сегодня в видео поговорим с вами про четыре локации, где обычно покупают себе квартиры люди, которые мечтают жить в Санкт-Петербурге. Две из этих локаций находятся непосредственно в самом Санкт-Петербурге и две находятся в Всеволожском районе Ленинградской области. Естественно, это будет Парнас, Мурино, Кудрово и Шушары. Давайте с вами начнем с Парнаса. Итак, Парнас, он же Северная долина, жилой комплекс от компании «Запстрой». Начинается, да, он находится возле станции метро Парнас. Почему станция метро называется Парнас? Ну, во-первых, рядом находится недалеко промышленный складской комплекс Парнас. А само название Парнас так называется холм в Шуваловском парке, который находится там же непосредственно рядом с метро, рядом с ЖК «Северная долина», который был создан руками крепостных графа Шувалова в середине 18 века. Название его связано с древнегреческой мифологией, где Парнас считался местом обитания бога Аполлона и Мус. Также в годы Великой Отечественной войны в этом холме был вырыт командный пункт связи Ленинградского фронта, там находился. Ну, вот так, в общем, потом промышленную складскую зону назвали, затем назвали станцию метро. Хотя, по сути, это поселок Парголово, который входит в состав Выборгского района Санкт-Петербурга. Изначально, когда открылась станция метро Парнас, на месте жилого комплекса был просто пустырь, были просто поля, то есть станция находилась, по сути, в пустом поле. В мае 2009 года началось торжественное строительство нового жилого комплекса на севере города, в котором принимали участие высокие чиновники правительства Петербурга. Среди них был губернатор на тот момент, да, Валентина Ивановна Матвиенко. И также город выделил чуть больше 1 миллиарда рублей на строительство коммуникаций для данного жилого квартала. В настоящее время там находятся высокие корпуса по 25-27 этажей, несколько детских садов, в том числе и частных, которые очень сильно, может даже и не столь сильно, но значительно, так скажем, выручают жителей Парнаса, у кого есть деньги для того, чтобы платить за эти частные сады. Также находятся школы и поликлиники. Но проблема попасть в государственный детский сад, в школу, в поликлинику, записаться к врачу, все-таки проблематично, потому что, я говорю, там очень такая густая застройка, причем, что мне не нравится, она вся однотипная, все дома абсолютно однотипные, фасады домов, то есть никаких там отдельных дизайнерских проектов, ничего не придумано. Также, если у вас автомобиль, готовьтесь к тем, что будут проблемы с парковками. Если взять какую-то торговую инфраструктуру, то с этим там проблем нет. Рядом с метро находится торговый центр, где находится гипермаркет. Ну, там не гипермаркет, точнее, там просто, как называется, мини-лента, но, по сути, продуктовый магазин. Также кафешки, рестораны и в самом жилом комплексе там куча всяких шаверма, магазинчики маленькие, там аптеки. То есть с этим у вас проблем не возникнет. А также часть Северной долины находится, в принципе, в пешей доступности от метро. Это где-то, ну, 15 минут пешком. Вот, остальная часть находится уже непосредственно дальше от метро, то есть придется либо добираться на общественном транспорте, либо где-то там полчаса, можно даже где-то 35 минут идти пешком. Также недалеко от жилого квартала находится крупный торговый центр, мега-парнас, где находятся большие гипермаркеты, магазины, торговые павильоны, фудкорт. В общем, все это есть. Плюс, значит, метро, могу сказать, полчаса езды до центра, причем по прямой, без пересадок, до станции Невский проспект. Из моих знакомых, друзей, с тем, с кем я общался, только один человек, кого я знал лично, это коллега со мной работала на моей второй работе, когда еще поваром работал. Да, коллега со мной работала, она жила на парнасе, снимала там квартиру. Ну, в принципе, у нее, знаете, никаких-то там нареканий не было к самому парнасу, но мне бы там, честно, как-то жить не хотелось, потому что я говорю, там как-то вот это все однотипное, плотная застройка, проблемы с парковками, например, если у вас машина, да, у меня автомобиля нету. Поэтому, ну, так себе, хочу сказать, то есть, ну, может, для кого-то и подойдет, кому-то может понравиться. Посмотрел я, кстати, объявление на сайте ЦА, где-то от 6300 начинается цена за однокомнатную квартиру, ну, плюс там еще полгодика придется подождать, это вот тоже те объявления, которые я находил. А студия где-то будет в среднем там от 5 начинаться. Ну, то есть, самая такая маленькая-маленькая студия. Вот так. Это, в принципе, все, что могу вам рассказать про парнас. А еще там, кстати, несколько улиц названы в честь писателей. Названы в честь писателей, например, ну, писатель поэтов, да, это Николай Рубцова, например. Потом еще Михаила Дудина, по-моему, если я не ошибаюсь, наверное, правильно назвал. И Федора Абрамова. О, да, Федора Абрамова. Вот так. Ну, в принципе, все то, что я вам рассказал, так про парнас, поэтому обзор я делал, еще раз говорю, плотная застройка, однотипные все дома, абсолютно практически никаких нам дизайнерских проектов нет. Проблема попасть в государственные детские сады, в школы, проблема записаться к врачу. Следующая локация, про которую я хочу вам рассказать, это Мурино. Да, город Мурино, Всеволожского района Ленинградской области. Сейчас он считается самым крупным населенным пунктом, самым крупным городом в Ленинградской области. население составляет 112,5 тысяч жителей. Хотя еще, допустим, в 2009 году Мурино тогда носило статус поселка. В нем проживало 5 миллионов 235 тысяч. Ой, 5 тысяч 235 человек, извините. Извините. 5 тысяч 235, что-то есть из Петербурга, 5 миллионов там путают. 5 тысяч 235 человек. Тогда Мурино себя представлял, носил статус поселка. Сейчас это с 2019 года присвоено статус города. В чем преимущество Мурино, можно назвать? По сути, это станция метро Девяткино там находится. Это единственная станция метро в Ленинградской области. То есть наличие метро. Далее. Торговая инфраструктура там очень хорошо развита. Очень хорошо. Очень мне нравится благоустройство Мурино. Особенно делится на две части. Восточная Мурино и Западная Мурино. Я бы все-таки, конечно, сам для себя выбирал бы. И рекомендовал бы именно Восточная Мурино. Кстати, я там хотел тогда покупать квартиру. Мурино парк. Она находится на Ручьевском проспекте. Восточно Мурино. Но, к сожалению, не получилось меня купить. Там банк начал свои условия выставлять. Поэтому, в принципе, там неплохое благоустройство. Особенно в Восточном Мурино. Там хорошие такие пешеходные зоны, фонтаны. В общем, все замечательно. Ну, конечно, проблемы есть с тем, как детей, допустим, отдать в детский сад или в школу. Проблема с медициной. По крайней мере, там сейчас строится то ли поликлиника, то ли больница. Ну, вот уже на этапе строительства. Почему Западная Мурино, да? Сразу хочу сказать, почему я против, допустим, Западного Мурино. Я там тоже, кстати, ходил туда, смотрел квартиру. Нашел... Я, кстати, про это никогда не говорил. Сейчас картку постараюсь вам рассказать. Просто нашел объявление на сайте Авито. Продается студия 21 квадратный метр. Правда, с почистовой отделкой. За 2 миллиона 880 тысяч. Это был август 2022 года. Дом 2021 года постройки. Вроде бы ничего плохого, да? И цена такая 2 880. В итоге. Улица называется шоссе Лаврики 67. Адрес дома. Кстати, можете найти на карте. Можете там на панорамах посмотреть. На карте находится где-то там 25-30 минут пешком от метро Девяткино. Ну, вы думаете, только поэтому цена такая? Нет. Цена не только поэтому. Долгое строительство. Кстати, в Мурино очень много долгостроев. Среди них Лампо, Десяткино 2.0. Ромашки всеми известные. Они там же находятся на шоссе Лаврики. Такой, знаете, дом. У него фасад украшен такими ромашками. Где люди по 10 лет ждут своей квартиры. Ну, и в общем, вот этот дом. Причем объявление было от собственника. И что мне значит рассказать? Ну, правда, рассказали правду. Мне там ничего не стали преувеличивать. Дом строился с 2010 года. Причем несколько лет он находился, стройка именно, находилась в заброшенном состоянии. Фасад дома ужасный. Отделка внутренних помещений в подъездах, да? Ужасная. То есть, по сути, это, знаете... Мне даже трудно сказать. Ну, если бы дом бы сдавался в 90-е годы, мне кажется, было бы во. Ну, в 2000-е еще что-то там можно было бы, да? Поскольку, ну, такой дизайн, там, ну, время, там, понятно, там. Ну, допустим, я говорю, если бы в 90-е годы бы он сдавался, там, вот эта вся экономическая ситуация в 90-е годы, да? Ну, ну что, ну, вот так вот получилось, да. Ну, извините меня, такое сдавать в 2021 году... В 2020 году... Это... это бред. Так. Еще, значит, что вам рассказать про Мурино? Активное... Активный, так скажем, рост населения в Мурино начался после 2015 года. Вот, например, я сказал о том, что в 2009 году проживало 5 235 человек, в 2010-м уже 7 тысяч проживало, в 2017-м уже почти 20 тысяч человек, да? А в 2020-м уже 65 тысяч человек. И город продолжает строиться, строиться, строиться. Значит, основные застройщики, да, которые в Мурино, это Сэтл Групп, кстати, очень хороший застройщик, Полис, Мавис, кстати, Мавис, там очень много чего построено, наш же запстройщик, который мой жилой комплекс построил, да, там есть тоже у них, допустим, вот этот Мурино парк, где я хотел покупать Охтинская дуга. Ну, опять же говорю, там смотрите внимательно, потому что очень много долгостроев. Значит, цена студии начинается от 4... Ну, давайте возьмем хорошую студию, если с отделкой, да? Ну, маленькая, конечно, но я имею в виду там не долгострой, ну, 4,5. 4,5 в новом доме. Без отделки там даже можно в районе 4, ну, это по чистовой, если взять. Ну, опять же, смотрите, если видите, какой-то там дешевый вариант, в те же ромашках сейчас они там предлагают за 2,990 начальную цену. Эти ромашки люди там ждут квартиры с 2014 года, 10 лет, и до сих пор они не получили свои ключи. То же самое десятки на 2,0 касается, люди ждут с 2014 года ключи. Вот-вот там обещают уже, я не знаю, может быть, уже начали выдавать, ну, по крайней мере, по последним новостям. Уже первая очередь, наконец-то, построена. Кстати, в десятке на 2,0 группа ДТТ снимала клип там. Реально. Прям, знаете, очень так интересно было посмотреть. Там, можете вбить там Мурина, и вот они на фоне вот этой вот коробки недостроенной, там, играют на барабанах, на гитарах. Вот так. Ну, опять же говорю, самое большое преимущество, то, что там есть метро. Хотя ситуация там такая, знаете, метро толпы часто бывают, час пик. А, и еще, кстати, преимущество могу сказать. Там имеется железнодорожная станция Девяткино. И в 20 минутах езды там красивые лесопарковые зоны. Ну, вот именно природа, да, то есть сама природа. Озера, пожалуйста, вот Кавгаловское озеро я на него ездил. И в этом году тоже хочу съездить. Ну, там очень красиво. И горнолыжный курорт Охта-парк. Я там, кстати, все хочу туда съездить, и так никогда и не съездил. Ну, вроде там, если добираться на общественном транспорте, проблематично. Лучше, конечно, или такси вызывать, или на личном автомобиле. Но, опять же, близость к Питеру. То есть, пожалуйста, вот кольцевая автодорога, и вот он Петербург. Кстати, возле кольцевой автодороги построили торгово-розыскательный центр Эко-парк. Я там не был, но очень нахваливаю. Так, далее, следующая локация, про которую я вам хочу рассказать, это Кудрово. Кудрово находится, кстати, единственный такой крупный населенный пункт. Даже единственный вообще населенный пункт. Ленинградской области Всеволожского района, но который находится в пределах кольцевой автодороги. Итак, Кудрово. Изначально там была деревня, которая также называлась Кудрово. И, допустим, население которой в 2010 году составляло 137 человек. Сейчас Кудрово носит статус города. Население составляет 66 тысяч. То есть, хотя еще в 2017 году проживало 13,5 тысяч. И населенный пункт носил статус деревню. В 2018 году был присвоен Кудрово статус города. А в 2016 году вообще жители Кудрово требовали, ну, по крайней мере, когда там проживало еще не столь много, ну, может, там, тысяча десять, я не знаю, может, меньше, просто информации не нашел. Требовали все-таки жители присоединения к Петербургу. Однако, было отказано в этом. Кудрово один из густонаселенных городов Ленинградской области. Кстати, плотность населения составляет 9 815 человек на один квадратный километр. Делится на северное и южное Кудрово. Находится в двух километрах, ну, от начала, да, само, то есть, там проходит одноколейная железная дорога, где, в основном, товарники, бывает, проезжают. И вот эта железная дорога делит Невский район Петербурга и Кудрово. В северное и южное Кудрово находится парк Аккервиль, кстати, очень хороший парк, он был основан еще в 2010 году. Река Аккервиль, то есть, в принципе, для прогулок место есть. С торговой инфраструктурой также все идеально. Магазины, шаверма, кафешки, не знаю, там, если что-то вам нужно, парикмахерская, все есть. То есть, даже в северном Кудрово есть гипермаркет Лента, довольно-таки такой, да, крупный гипермаркет, можно пойти за покупками. Школы, детские сады тоже имеются, но попасть туда проблематично. Также там проблема с медициной в Кудрово, ну, за исключением каких-то платных медицинских центров, клиник, стоматологий. И рядом еще, также в Кудрово находится, да, в принципе, это в Кудрово находится торговый инфраструктурный центр, но его называют Мегадебенко. То есть, по сути, если вам нужно так по-крупному закупиться, то, пожалуйста, торговый инфраструктурный центр у вас есть. Минус Кудрово, это транспробки, вот именно транспорт на суд и 7 минут пробки. Парковки во дворах тоже проблемы, но, по сути, не везде есть в крупных таких жилых кварталах. В том же самом Мурино можно встретить. И пробки. То есть, где вот эта железная дорога проходит одна колейка, которая разделяет Петербург и Кудрово, она очень узкая. И там часто возникают заторы, особенно в час пик. Я сам, когда первый раз приехал в Кудрово, а это был конец 2020 года, и произошла совсем незначительная авария. Просто вот две машины друг друга просто слегка тиранули. Все, все стало просто колом. Хотя там есть выезды на кольцевую автодорогу, есть выезды, кстати, у меня, если у меня коллега работает, да, живет в Кудрово, говорит, на машине проезжаю очень быстро. Ну, не прям коллега, но со мной работает человек, допустим, да, который живет в Кудрово, в Южном Кудрово, причем он доволен, говорит, да, меня там все устраивает. Около 7 утра, если выезжать на работу, там как-то через дорогу, через Мегу, выезд на кат, он, говорит, вполне удобно, стоять не приходится. Но если чуть позже, то есть уже в пол восьмого поехать на работу, готовьтесь к тому, что можете попасть в пробку. Станция метро улицы Дебенко, она находится в двух километрах от начала, не помню, я сказал это или нет, но еще раз повторюсь. Хотя, по сути, в Саму Кудрово метро хотели построить еще в 80-е годы. Но из-за того, что это Петербург и Ленинградская область, очень часто возникают разногласия, поэтому станции метро до сих пор нет. Хотя, обещают построить, продлить вот этот участок от улицы Дебенко до Кудрово в 2029 году. Поживем, увидим, посмотрим, что там будет. Поэтому, обещают жителям Кудрово в 2029 году собственную станцию метро. Метро. Вот так. В принципе, я до этого общался с людьми, причем это же петербуржцы, даже ленинградцы, которые, ну, кто-то решил там, молодой, да, решил купить себе квартиру в Кудрово. Ну, для того, чтобы там не жить с родителями, все-таки там подешевле. Кстати, я самую дешевую студию нашел за 3,250, ну, маленькая студия с отделкой, продается она от агентства. То есть, уже где-то в районе, там, 5,5 миллионов можно найти однокомнатную квартиру. А аренда, ну, 18-20 тысяч начальная, так, за студию, за однушку где-то там в районе 23 тысячи, условно говоря. Но, опять же, смотря в каком доме, смотря где. Вот. Поэтому рассказывали мне, да, про Кудрово, в принципе, кто живет в Кудрово, ну, мне говорили нормальное, в принципе, место жить можно. Особенно людям нравится вот этот парк Актервиль, ну, действительно, место хорошее, хорошее место, ну, так, для прогулок, там, с детьми погулять, там, с коляской. То есть, вполне себе располагает. Вот так. Ну, также плотная застройка в Кудрово, могу сказать, да, плотная застройка. И, кстати, в некоторых дворах из-за этой плотной застройки, вот, бывает солнечный день, и туда, там, приезжаешь, там, просто тень. А если вдруг какой-то там уже вечер, то там, особенно зимой, там, говорят, ну, как раз я тогда приехал, это уже декабрь месяц был, когда первый раз туда приехал, вон, заехали во двор. Кругом вот эти вот многоэтажные дома, и там просто, там, 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 как ночью все было. Ну, это, кстати, было в Северном Кудрово, я уже точно так адрес не помню. Бумагу мы тогда возили, ну, вот эту офисную, вот, к компании. Поэтому, я бы не знаю, честно, вот, Мурина бы, да, я выбрал бы, кстати, и не сказал. И по отзывам, кто же, вот, Мурина тоже, в принципе, неплохо отзываются. Ну, Кудрово, я бы, допустим, для себя бы не стал выбирать, как и Парнас, между прочим. Так, ну, и последняя, давайте, локация, не буду сильно видео растягивать, это Шушары. Шушары носит статус поселка, хотя там проживает на данный момент 130 тысяч человек. Входит в состав Пушкинского района Петербурга. Активное строительство началось, ну, где-то в конце нулевых, там, в начале 2010-х годов. То есть, допустим, в 2010-м году в Шушарах проживало 22 652 человека. Я снимал также видео про Шушары, там имеется, и вот буквально недавно, да, я проезжал также мимо поселка Шушары. Там имеются дома еще советской постройки, там, пятиэтажки, вот эти вот хрущевки. Ну, в основном. Вообще, Шушары это очень такая, знаете, большая часть, делится на жилую и на производственно-промышленную, ну, складскую, производственно-складскую зону. И вот та часть, допустим, я больше всего рассмотрел бы для себя, действительно, я бы жил в Шушарах с удовольствием, да. Я бы рассматривал вот ту часть, которая рядом с кольцевой автодорогой, ну, ближе к кольцевой, потому что, по идее, Ленсоветовский считается Шушары, ну, подчиняется, вот, я имею в виду администрации поселка. То есть, там есть своя собственная администрация поселка Шушары. По школам, по детским садам, там, две школы, причем, одна из школ, она была построена где-то, там, год или два назад. Это самая крупная школа Санкт-Петербурга на 2000 мест. Ну, все-таки, проблемы с тем, как, вот, определить, там, ребенка в детский сад или в школу, они, естественно, есть. Также проблемы с пробками. Сейчас чуть позже про транспорт доступность расскажу. То есть, автобусы, да, они идут, там, допустим, до метро Звездное можно доехать, до метро Купчино можно доехать. И вот эти большие кварталы, узкие дороги, которые, кстати, улицы в Шушарах названы в основном честь городов. Новгородской области, например, там есть улица Вишерская, улица Акуловская, Новгородский проспект, Чудовская, Старорусская. То есть, честь городов, ну, или населенных пунктов Новгородской области. Кстати, рядом находятся аэропорты, поэтому в Шушарах летают самолеты. Поэтому будьте готовы к тому, если вдруг там решите жить, что, возможно, будет шум от самолетов. Давайте я про транспорт доступность расскажу. Да, автобусы, естественно, будут стоять в пробках. Автобусы переполнены, потому что, бывало, ездил утром на автобусе в сторону Купчино. И там есть остановка, называется она поселок Шушары. Вот. Ну, вдоль московского шоссе, ну, там, где выезд на Митинский проспект. Там, кстати, вот эта крупная развязка. И, по сути, до метро добраться очень проблематично. Хотя ближайшая станция метро Купчино. И там реально очень много людей. Реально очень много людей. Кстати, в 2019 году открылась станция метро с одноименным названием Шушары. Которая очень сильно подверглась критике жителей этого поселка из-за ее названия. Из-за ее названия. Потому что станция, по сути, была построена для сотрудников, ну, уже бывшего Тойотовского завода. Раньше рядом с этой станции находился, то есть там завод, который тогда еще выпускал автомобили Тойота. И, в принципе, вот для... И, по-моему, Хендай там находился. Ну, Тойота там еще какой-то завод автомобилей находил. Ну, в принципе, они там сейчас остались, но не производят их. И, по сути, эта станция метро, которая называется Шушары, была предназначена для сотрудников этого завода. Но никак не для жителей поселка. Поэтому жители поселка на данный момент должны добираться до станции Купчино. Опять же говорю, до которой пешая доступность там, ну, тяжело там попасть пешком. Потому что проходит кольцевая автодорога, которая разделяет Московский и Пушкинский район. И там куча вот этих развязок. В общем, попасть туда тяжело. Если вам вдруг повезет, вы будете жить рядом с железной дорогой. Там проходит железная дорога. Есть станция Шушары. И, в принципе, можно спокойно, без пробок, на электричке доехать до центра города, до Витебского вокзала за 20 минут. Ну, это опять же, если вы будете жить где-то там вот прям рядом с железнодорожной станцией. Если вы будете чуть дальше жить, то вам придется уже там добираться 20-25 минут. Ну, и в перспективе, в перспективе, жители Шушар ждут скоростной трамвай. Да, обещают построить, ну, точнее, она уже строится. Линия скоростного трамвая, она пройдет через Шушары, в Славянку. По крайней мере, уже там и в Славянке, говорят, какие-то работы ведутся. И в Купчино уже экстакада для этого трамвая строится, ну, вот, над железной дорогой, над Витебским проспектом. То есть, что уж, остается надеяться, что в 2026 году, как обещают, в 2026 году, жители Шушар могут воспользоваться скоростным трамваем до станции Купчино. То есть, добираться без пробок. Хотя, мне кажется, что, я, честно, не знаю, как его будут открывать, как его планируют открывать. Либо сразу планируют открыть движение до Славянки, или, может быть, изначально откроют до самого поселка Шушары. Хотя, по сути, Славянка, она тоже входит со состав Шушары. Поэтому, не знаю, что там, поживем, увидим. Обещают, по крайней мере. Но, опять же, я говорю, если из Славянки трамвай будет идти, возможно, он уже будет идти забитым, так скажем, да, переполненным. Хотя, не факт, что жители Славянки будут активно пользоваться этим трамваем, потому что он будет очень долго ехать. И, по сути, если не будет пробок на московском шоссе, там добраться до метро тоже не так уж проблематично и не так уж долго. Вот. Поэтому... С шушаром действительно трамвай этот очень поможет. Вот так. А цены на шушарах начинаются от 4,5 миллионов. Это студия. Где-то там 5,5, 5,700. Это уже однокомнатная квартира. А аренда, ну, в принципе, так же, как и вот на Парнасе, так же, как в Мурино, так же, как и в Кудрово. То есть, где-то 20-22 тысячи рублей. Ну, такая начальная цена. Друзья, получилось такое видео. Что смог, тем поделился, вызвал свое мнение. Кстати, в шушарах бы я жил. Да, в шушарах бы я жил. Тоже есть знакомые, которые живут в шушарах. В принципе, довольны. Я, конечно, не риэлтор, да. Я просто высказал свою позицию, свою точку зрения насчет вот этих мест, где, кстати, обычно покупают себе квартиры люди, которые мечтают жить в Петербурге. На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok